Восвятая служба информации и телерадо о компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. На Гомельщине сёння подвяли выники областного этапу Республиканской Олимпиады по школьных предметах. Сегодня у Беларуси означают «Старый Новый год». И больше подробно об этом и не только. Областная податковая инспекция подвяла выники финансового года. У 2016-м у консольдованный бюджет Гомельской области поступил 1 млрд 900 млн рублев. Традиционная львиная доля належит предприемствам Держсектора экономики – 70%. Уклад приватного бизнеса – 4 до гульной суммы. Начальник областной податковой инспекции Владимир Дявойна наведал поспяховые приватные предприемства, которые работают в Гомельском районе. Одно из предприемств занимается творчеством продуктов харчевания. Лаваш из Гомельского района ведут по всей Беларуси. На другом предприемстве заработают на смете. А докладные на его перепроцовцы. Сейчас тут переутворяют продукцию и продают больше за 80 видов промысловых и бытовых отходов. Это выгодно как из экономичного, так и из экологичного пункта гледжения. Сокрет поспяховой працы предприемства просты. Надо любить свою работу. Больше всего. Если любишь работу, у тебя все всегда получается. Это самый главный залог успеха любого предприятия. Стимулировать предприемальницкую деятельность у сельской мясцовости и малых населенных пунктах и городах призваны декрет президента Беларуси номер 6. В Гомельской области льготами, которые дает этот документ, користаются маль 360 предприемств и индивидуальных предприемников, которые занимаются вытворчностью и оказанием послух. Сумма льгот, которая была предоставлена этим предприятием по 6 декрету, то есть это те деньги, которые предприятия могли направить на расширение своего производства, в целом по области за 2016 год составила более 1 миллиона рублей. Своечасовая плата податков – так само один из элементов поспеховой працы. Податковые органы зауседы готовы исти на сустраж и допомогать. У нас задача такая, чтобы тот платежщик, который работает у нас, правильно исчислил налоги, уплатил их вовремя, а те вопросы, которые он поднимает, чтобы мы ему компетентно и вовремя давали на их ответы. Тогда у него не будет нарушения налогового законодательства, тогда он не будет платить экономические санкции, не будет привлекаться к административной ответственности. А раз его нет нарушений, все, что он зарабатывает, он направляет себя на расширение производства. В 2016 году в Гомельской области амаль полумиллиона плательщиков удельничали в формировании доходов бюджета. Среди их 19 тысяч организаций, 27 тысяч индивидуальных предпринимальников. Остатние – физичные особы. По выниках минулого года забеспечены темпы росту поступлению у фактичных ценах во все узровню бюджету. Максим Савин, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель». Олимпиадный тыдень подошел до закончения. Названы переможцы областного этапа Республиканской олимпиады по учебных предметах. На протягу пяти дзен на 11 пляцовках Гомеля и Жлобина больше за 1200 навученцев з усяго региона вызначали лепшого у интеллектуальным спаборництве. Олимпиада проводится по 17 в учебных предметах. Пераможцы во урочистой обстановке отримали заслуженные дипломы. Однако головная узнагарода – право принять уделу за ключным республиканским этапе Олимпиады. По кожным предметам сборную региона трапить по пять навученцев. Часу надпочинок немного. Финальный этап Республиканской олимпиады отбудется наприконцы Саковика. Так что уже худко, треба починать рыхтоваться. Далее, финальный этап Республиканской олимпиады по белорусской мове и литературы отбудется у Гомеля. Завтра протягну свою работу промы телефонной линии мясцовых органов Улады. Жыхары региона смогут звернуться с пытаннями до намесника старшыни Гомельского Аблвыканкама Владимира Владимировича Гарбачова. Звонки приймаются по номеру телефона у Гомеля 75 12 37. С 9-тих один ранницы и до 12-ти. У гэты счас на пытанні Гомельчан откажа намесник старшыни Гарвыканкама Сергей Анатольевич Радзюк. Нумер телефона 75 18 54. Сьогодні у Беларусі означают Старый Новый Год. Гэтая свята – редкий историчный феномен, який з'явился по причине змены летозлечения. Одна з галонных старожитных традиций – калятки, який так само озникли як уникальный культурный синтез язычницких и християнских традиций. На Гомельчане найбольш яскраво и массово гэтая брат проходить у малых городах и вёсках. Наши корреспонденты завитали у городский поселок Уварович и Будокашалевского района. Об тем, как тут что год ладзят свята каляды – репортаж Вероники Ворошилиной. Супрацовники Уваровичского городского домокультуры, а разом с тем галонные артисты святочного обрада каляды, наводят опошние штрихи у створения своих сценичных образов. Пера пранаются, размальовывают твары и выкористовывают маски. Затым яны отправляются у традиционные урочистые шестя до мясовых жихаров. За старожитных часов каляды были одним из самых радостных святов. Гэтая тенденция заховывается и сегодня. Гурт рухается весело с песнями, танцами и жартами. У городским поселку Уваровичского до Кашалевского района обрат каляды, что год проводят у Старый Новый год масштабно и видовищно. За час своего иснования ее не изменился, заховавши традиции по передних поколению. Залонный дейчу персонаж – коза, як символ плодавитости и добробыту. До того ж лечится, что гэтая живела отганяя не шистую силу. Живой козой ходить не зручно, тому ею ролью, звычайно, выконывая перапранутый человек. Калядовщиков господары дома заусёды застракают в гостинах. Это залог того, что, будучи, год будзе удалым. Прымают их с великой радостью и щодры одорвают розными почастунками. Двери уже на щодры никогда не закрываются. Всем гостям рады. Стараемся, чем можем поделиться со щодровщиками. Пироги надо, тут надо конфеты, тут надо печенье, тут надо орехи. Это всё традиционные щодры. У гостях калядовщики долго не затримливаются. Программа свята складена таким чином, как взявить, развеселить, а лени уяким разве не смарызь господару. Визит калядовщиков заусёды завершается однольково словами подяки и выключено добрыми пожаданиями. Живи у роскоши, маюся водоволи, обяды не коли. Старый год кончаем, а новый починаем. До проведения святочного обрада каляды долучается и подрастающее поколение. У местовой школы детям наглядно показывают, зякими песнями, танцами и жартами треба, як кажуть у народе, шадровать. Подобные мастер-классы заусёды ладятся у атмосферы веселого и доброго настрою. А им тоже интересно это, потому что они вспоминают, как они маленькие ходили, калядовали, какие песни пели. Им сейчас интересно пройти уже повзрослее, уже с новыми песнями и показать себя, какие они. У целом, питанию драджений и захованию народных традиций на буты Кашалевской земли надается великая увага. С этой мэты идут на протягу года ладятся шматликие тематичные мероприемства и акции. У городским поселку Уваровича наибудь живым и массовым лечится минавито обрат каляды, бо у им заусёды с великой цикавостью примают дел усё большая колькость детей и дорослых. А это значит, что при вековой традиции своих протков обовязково доведуются и наступные поколения. На территории района проводится огромная работа по сохранению обрядов и традиций. Вот и у нас, в городском посёлке Уваровичи, проводится праздник калядки. В организации праздника принимают участие все учреждения, организации, расположенные на территории сельсовета. Но самыми главными являются отдел культуры и учреждения образования. Ну и, конечно же, население, которое с нетерпением ждёт проведения данного праздника, и двери их всегда открыты для щёдриков. Вероника Ворошилина, Йогин Макеенко, телеродую компанию «Гомель» с Будокошалёвского района. Святочное гулянье «Щёдрый вечер» добрым людям пройдёт сегодня на площади Ленина с 17 до 21. Гомельчане смогут убачить представление с песнями, жартами и народными гульнями. У программе вогненное фаер-шоу, разностайные конкурсы, а так само калядные призы и подарунки. А завтра у Гомеля означать «Сусветный день снегу». У заречной зоне «Раки Сош» пройдут с поборництвы по лыжным спорте сярут команд средней специальной, профессийно-технічной и высшейшей адукации. Так само заплановано проведение областного турниру «Гомельская лыжня-2017» у троху взрослых категориях. Построение удельников – у 10.30, официйная церемония открытия – у 10.45. Выглядели информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель» у студии працевала Наталья Игнатенко. Мы сочим с развитием падею Гомеля в области. Заставайтесь с нами! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова